Вчера как бы сыграли уверенно, победили, сегодня, конечно, есть объективные причины, там у нас маленькая скамеечка, практически шесть защитников, один молодой играли. Ну это как бы противник сегодня поменял где-то семь-восемь человек свежих, были помобильнее, но у нас сегодня ничего не получалось, мы не работали грамотно технически с шайбой, одни потери на приеме, на передачах. То есть проиграли заслуженно, потому что проиграли, мы не дорожили шайбой. Ну по вчерашней игре соперник показал хорошей скорости, был быстр, был лучше в единоборствах, мы немножко не успевали. Ну он и посвежее был, да, потому что у них перерыв там больше недели, по-моему, был и в районе недели. Но тем не менее третий период мы выдали хороший, было движение, к сожалению, несмотря на это, уступили. По сегодняшней игре сделали небольшие корректировки, немножко тактику изменили, показали ребятам видео, поговорили. И сегодня очень понравилось движение, настрой, дисциплина, в первую очередь, да, потому что ни разу не удалились. На себе только зарабатывали удаление, грамотные решения, единый коллектив был, ребята молодцы, хорошая победа. Что вчера, что сегодня, что в предыдущих матчах, третий период для Тимир Тау, как голоток воздуха. Вы на эту ставку делаете его? Нет, мы на эту ставку не делаем, но порой жизнь заставляет прибавлять. По вчерашней игре перешли на три тройки, добавили движение, энергию, как говорится, жизнь заставила, да. Но тем не менее не забили и не смогли сравнять. А сегодня продолжали играть в четыре троечки и короткими сменами добивались победы. А Никита Незнамов на травме был или как? Нет, он, по-моему, он изначально был после, где мы играли, по-моему, в Орлаев, в Кокштау. Небольшое повреждение у него там было, а потом обычная ротация, обычная. У нас есть хорошая конкуренция и место в составе надо заслужить, добиться его. Сегодня он выдал прекрасный матч, с чем я его поздравляю. Болельщиков однозначно с победой. Приходите на домашние игры и болейте за нас. Спасибо.